250 школьников изъявили желание это лето провести за работой. Столько заявлений уже приняли специалисты отдела по делам молодежи. Правда, пока запланированных рабочих мест, на которые могли бы быть устроены несовершеннолетние работники, примерно на 100 меньше. Принять молодежь готовы учреждения образования, культуры, спорта и жилищно-коммунального хозяйства. Сегодня для будущих работодателей провели обучающий мастер-класс для того, чтобы с началом летнего трудового сезона избежать ситуаций, противоречащих закону. Анна Горбунова продолжит тему. Принять на работу подростка для любой организации – это в первую очередь большая ответственность. И выгоды от этого ждать, конечно же, не приходится. На встрече как раз-таки обсуждались те моменты, которые следует учесть при приеме несовершеннолетнего работника. Это и объем заданий, которые работодатель вправе поручить такому сотруднику, и продолжительность рабочего дня. Для 14-15-летних детей это не более 24 часов в неделю, для 16-18-летних – до 35. Но важность летнего трудоустройства совсем не в количественных показателях производительности подрастающего поколения, а в желании выходить на работу, казалось бы, в таком беззаботном возрасте. Более 250 заявлений было принято от ребят в отделе по делам молодежи, но пока всего 137 рабочих мест на весь летний период. В этой ситуации помог разобраться опять же закон. Таким образом, в числе первых рабочие места получили ребята, относящиеся к наиболее нуждающимся категориям. Согласно нашему постановлению и вообще постановлению по ЕНАО 296-му, там говорится о том, что до трудоустройства имеют льготные категории большее право. 15 мая отдел по делам молодежи закончил прием заявлений. Далее прошло распределение на рабочие места. В начале июня к своим трудовым обязанностям приступят 46 подростков. Столько же в июле и в августе. В чем заключается отличие этого года от предыдущих лет? В том, что дети трудоустроены не в одно образовательное учреждение или организацию, а они распределены между учреждениями. То есть кто-то приходит работать в детский сад и ремонт, кто-то приходит работать в первую школу, кто-то в спортивную школу, кто-то в библиотеку. То есть каждый трудоустроен отдельно. Согласно тому, сколько рабочих мест заказало то или иное учреждение. С каждым годом количество рабочих мест для школьников и студентов становится больше. Правда, растет и количество желающих провести каникулы за работой, что является, несомненно, хорошей тенденцией. Ведь это не только возможность заработать на карманные расходы. Кстати, месячный заработок подростка составляет чуть больше 12 тысяч рублей. Но и отличный опыт. Ребята привлекаются к рабочей дисциплине, новым обязанностям, постигают первый опыт трудовых взаимоотношений. Поэтому для тех, кто не попал в списки трудоустроенных, есть и другие варианты. Предложенные сегодня Центром занятости населения. Дополнительно Центр занятости реализует на мероприятии государственная программа содействия занятости населения на 2014-2020 годы, в рамках которых ведется трудоустройство несовершеннолетних в период летних каникул. И на сегодняшний день подали заявки об участии в данном мероприятии. У нас три организации. Чистый город, городское хозяйство и индивидуальные предприниматели с радостью принимают молодежь на работу. Чтобы дать о себе знать, нужно просто прийти в Центр занятости и заявить о своем желании принять участие в программе занятости населения. В общем, кто еще тут найдет. Анна Горбунова, Григорий Волков. Программа «Время местное».